всем привет с вами клана ваня и это мой очередной заказ так с чего же начнем сегодня мы с вами пом делать макияж побежим сначала вот давайте с этого края это у нас масочка клёвая крутая классная даже парикмахер несколько раз просила чем ты пользовалась сегодня у тебя такое качество волос шикарно недорогая но у нее и маленький объем очень сильно резко бомбезно очень вкусно пахнет вот этой вот морожкой ягодой артикул 01 97 найдет 150 миллилитров а я не могу но и за волосами ухаживают суперский найдет для всех типов волос неважно какие волосы не утяжелят делает их легкими блестящими послушными в общем супер дальше скраб был по распродаже вот прям как приходит распечатываю очень он мне понравился прям хочу прям не знаю вот скраб от эксперта тоже конечно суперский и это тоже суперский я прям не знаю какой выбрать по очереди пользуюсь во первых он идет 300 грамм во вторых он идет тоже как гаммаж лифтинг подтягивает антицеллюлитный лифтинг гаммаж тартикул 202 510 для тела без си у него действительно густотающая текстура с приятным ароматом зеленого чая аромата если честно я никакого не почувствовала фаберлик все ароматы намного намного ярче тут такая вот застежечка в начале он как знаете немножечко как под вакуумом если руки сырые сложный будет открыть и вот получается у него густая тающая текстура с приятным ароматом то он прям знаете такой сахарный сахарный он очень хорошо скребет очищает и причем после него кожа действительно девочки как будто подтягиваются шикарно особенно если еще кремчик нанести ну вообще особенно если этот скраб да потом обертывание да потом антицеллюлит ну вообще кожа спасибо точно скажет подтянется будет лучше моложе ну хотя бы раз в неделю если такую процедуру делать для себя но шикарно ну-ка вот но не чувствую я никакого запаха хоть убейте ковидом давно переболела у меня уже все восстановилась но не чувствую я запах вот тут видите аннотация такая обеспечит мощный антицеллюлитный лифтинг эффект благодаря морской соли разного помола также в составе идет масло шимин доля пшеницы авокадо облепихи экстракт ламинарии алоэ вера и кожа становится более подтянутой гладкой упругой есть способ применения наносите гаммаж на влажную кожу растирайте массирующими движениями две-три минуты чтобы питательные вещества успели оказать действие я не знаю я пока скрабирую свое тело я наверное очень много калорий теряю потому что пока пяточки ножки потом попа живот руки спину иногда мужа даже зову чтобы мне прям очень хорошо отскрабировал силы не меря на руки большие и очень такой приятный эффект и что я заметила он не травмируется прям сказочный такой вот суперский мне понравился прям хвалю это вообще прям один из моих фаворитов сколько раз покупала столько раз и хвалю далее уже третий раз заказываю маску бегло хотя при нашем сменяющимся ассортименте вообще невероятно что-то заказывать повторное но вот это ночная маска желе я ее делаю может быть раз две недели в перемешку с другими масками очень хорошо выравнивает молодить лицо артикул 1306 она вообще очень сильно пахнет у нее прям яркий такой солнечный аромат каких-то может быть абрикосиков персиков не очень понятно она действительно пластичность текстура аромат манго вот тут написано стимулирует природный механизм обновления кожи обеспечивают увлажнению и улучшает цвет лица да все так утром встали умылись нанесли обычный дневной крем ну прикольно прикольно прям вот даже не знаю как описать очень понравилось вкратце говоря это кокосовый скраб праймер идет в пластмассовой полностью упаковочке артикул 6646 такая вот упаковка его тоже будет хорошо дарить он сам себя рекламирует для чего он способ применения в общем тут все есть меня удивил этот продукт потому что кокосовый скраб праймер думаешь что это как это вообще непонятно в общем он сделан на основе крахмала тапиоки и пудры из абрикосовых косточек так вот открывается сразу такой яркий аромат у него идет чего-то сладенького приятного больше кокосика абрикосовые косточки значит деликатно отшелушивают отмершие чешуйки кожи делая ее мягкой гладкой эластичной вот действительно очень гладкая кожа причем не стягивается не сушится тут видите ну такое вот интересненько это надо намачивать или с молочком для умывания вот это перемешивать лучше конечно лопаткой не пальчиком вот такая вот эмульсия интерес вот она идет в таком сухом виде вот такая интересная и она работает что-то типа как скатка я вот почувствую что скатывается если на лице есть чему скататься но скатывается она также подходит перед нанесением вечерней косметики для ухода обладает расслабляющим успокаивающим ароматом оставляет нежные ощущения после применения на коже тут идет 98 процентов натуральности без консервантом прям аромат действительно божественный вот как написано в описании и знаете что еще у него очень сладкий вкус вы не представляете он сладкий он вкусный потому что когда им скрабировалась мне попала на губы попала в рот нечаянно и я просто обалдела от этого аромата потому что аромат сладенький приятненький в общем со всех сторон фаберлик ну опять что-то такое шикарное вытворил но я по-другому не скажу именно вытворил потому что удивил на все сто процентов значит тут идет стопроцентный натуральный крахмал тапиоки который оказывает смягчающее выравнивающее действие придет коже бархатистость дальше идет органическое масло кокоса который увлажняет питает действует как противовоспалительное регенерирующее хорошо очищает поэтому рекомендовано для снятия макияжа с глаз представляете этим можно даже макияж с глаз вот это я щас в аннотации вместе с вами почитала но я конечно попробую в пустых баночках расскажу но сдается мне что его очень надолго хватит такой вот порошочек он получается увлажняет пудра абрикосовых косточек именно пудра абрикосовых косточек бережно удаляет с поверхности кожи от мершей клетки выравнивает стимулирует клеточную регенерацию улучшает цвет лица экстракт магнолии он обладает противовоспалительным свойством а также является натуральным консервантом витамин е это антиоксидант борется со свободными радикалами срок годности огромные два с половиной года с даты изготовления указанной на упаковке то есть ее надолго хватит и не надо следить срок это очень хорошо далее как применять наносим небольшое количество скраба на влажную кожу лица помассируем смываем теплой водой отлично подходит для очищения кожи перед нанесением макияжа или вечером перед нанесением вашего ночного например ухаживающего средства в общем классная такая штукенция когда она намачивается вот эта белесость она полностью уходит остаются вот эти вот скрабинки кожа как будто шлифованная но не поврежденная не растянутая очень такое знаете шикарное средство которому ни с одной стороны не докопаться кроме как лопаточку бы сюда какую-нибудь маленькую открыли подцепили на ручку положили закрыли и вот этим делом уже намачиваете и умываетесь вот единственное чего не хватает это лопаточки но это я уже так ну 8 очень удивлена значит 66 46 скорее всего войдет мои фавориты потому что сейчас мой фаворит это скатка от айсиул она действительно вам бездная вот эта скатка действительно классные вот это тоже мне очень очень понравилось вот такая вот штука ну хватит его действительно надолго А вот такое вкусноеJA обалденно прям нет слов удивили так удивили и вообще в наше время с нашими санкциями удивительно что все выходит срок я уже удивляюсь что очень мало продукта вообще отсутствует очень мало конечно я по майонезу кучаю очень сильно скучаю по майонезу то так удивительно что вообще все выходит срок-срок, и это просто шикарно. Дальше улажняющее суфриле для бритья. Мне оно понравилось. 25-70. Беру еще. Вот вы знаете, чем оно еще понравилось? Оно не просто вкусно пахнет. С ним не только приятно бриться. Оно еще и красивое. Вот вы представляете? Оно красивое. Вот такое. Вот видите, как оно наносится. Вы нанесли, и оно такое поблескивает, приятное. И у него еще такой легкий ароматик есть, но он не такой прям суперский, как вот мне, например, хочется, но приятный. Но не противный, приятный, хорошенький такой, легкий, еле уловимый. Оно до такой степени классно скользит, что прям вообще-вообще. Дальше у нас с вами пошел тоник после бритья и депиляции. А, вот еще гель для бритья и депиляции я хотела попробовать. Знаете, по какой причине? Потому что давно его не заказывала. А сейчас я перешла пока временно на бритье, потому что ой, сколько у меня вросших волос от людей, которые делают каринг. Это просто не писать, девочки. Очень много. Вот такой вот он фиолетовый, красивый. Гельчик. Видите? Вы его, когда наносите, видно все. Вроде бы скользит, вроде бы все хорошо. Он, кстати, слегка может пениться, если вам это нужно. Но я его не распениваю. Я его так и наношу, чтобы ничего не срезать лишнего. Артикул 2571. Он еще, плюс ко всему, идет немножечко ухаживающий. С экстрактом орхидеи. Тоже очень приятно. Побежали. Далее. У меня есть тоник после бритья и депиляции, который препятствует врастанию волос. Но волосы у меня вот после шугаринга все равно врастают. И до сих пор еще, ну я не знаю, я месяца два или даже три точно уже не прибегала к сахару, к воску и ко всем составляющим. У меня до сих пор есть в рощинке. И это, наверное, просто не мой способ. И вот получается тоник. Мне очень... Я помню, что он мне понравился. А вот крем не помню. Тоник такой вот он. Легонький, приятненький. Видите, побежал, как водичка. Пахнет тоже чем-то таким невесомым, свежим. Вы почувствуете запах? Какой-то, может быть, даже сирени еле уловимой. Но он очень быстро расходится. А вот этот я вообще не помню, как он действует. Поэтому буду вспоминать. Крем после бритья и депиляции. Именно крем. Так, где свободное место. Вот такой тоже очень приятный. Вся линейка такая классная. И вот этот кремушка, он тут вообще прям хорошо подписано. Удивительная гладкость надолго. Крем не только успокаивает раздраженную после удаления волос кожу, но и замедляет скорость роста волос. И источает их. Ну вот это, в общем-то, меня и привлекло. Что замедляет. А тут... А тут не написано. Обеспечивает свободный рост волос. Препятствует их врастанию. То есть тут препятствует врастанию. А тут препятствует вообще росту волос. Ну, в общем, то и другое прикольно. Но вот это, я так понимаю, больше после сахара и воска. А вот это больше после бритья. Вот значит что. Вот, вот, вот. В чем разница. А я что-то вот как-то вот не почитала про это на сайте. Очень жаль. Так, дальше у нас с вами идет останавливающий тоник для лица. Если честно, пожалела, что заказала, потому что вот этот мне теперь почему-то нравится больше. Ну, посмотрим. Я им еще только-только начала пользоваться. Ну, в принципе, тоники у меня очень быстро заканчиваются. Артикл 0779. Тоником пользуются и я, и дочка, и мама. Я его беру по 10 штук, если честно. И оно у меня быстро расходится. Дальше. Мягкий гель для умывания. Ну, уж очень он мне понравился, девочки. Поэтому прямо рекомендую. Вот такой вот он прозрачный. Он идет антиакнем. Мягкий гель для умывания. Эффективное средство для бережного очищения. Он глубоко очищает. Поры от избытка кожного сала, внешних загрязнений. Не вызывает стянутости. Да, сухости не вызывает. И дарит ощущение комфорта. Такой успокоительный, что ли. Иногда он в некоторые дни нам нужен. И он очень хорошо пенится. Его надо совсем чуть-чуть. Вот вы его купите, я не знаю, на сколько месяцев. Артикул 0589. Так, запах у него такой натуральный. Слегка горьковатый, но не как в Беси. Сегодня у меня муж, я выставила шампунь Беси. Думаю, ну надо израсходовать деньги. Заплатила, надо израсходовать. Вот понимаете, я заставляю себя. Не люблю, когда такие резкие неприятные ароматы. И муж выходит и говорит, что ты там за ерунду поставила. Я, говорит, мылся, мылся. Мне было так неприятно. Я говорю, так, во-первых, это мое. Во-вторых, не знаешь, не бери. В-третьих, вообще-то это был шампунь. В общем, мы с ним посмеялись. Я говорю, можешь размывать на себя. Первый слой им, а второй слой гелем для душа, который повкусней. В общем, никому он не понравился. Какой-то вот номер один там какой-то от Беси. Но действительно невкусно. Пусть натурально, я все это понимаю. Но не могу Беси пользоваться. Вот это Беси. Я балдею от него. А есть, ну, так же, в принципе, и в Фаберлик. И в любых других компаниях, по идее, что-то нравится, что-то нет. Дальше с вами поехали. Вот опять это слово. Давайте поговорим вот про это. Этим, как вы видите, я уже пользуюсь. Обалденная мицеллярка. Артикул 2819. Вообще никаких нареканий нет. Куплю еще, как закончится, предыдущая мицеллярка. И вот эту предыдущую мицеллярку от Вербены я, наверное, больше не куплю. Почему? Потому что вот этот аромат мне нравится больше. А она точно-точно такая же, даже лучше. Хотя у меня той мицелляркой глаза не щиплет ничего. Но вот эта мицеллярка намного быстрее снимает макияж, чем предыдущая. Поэтому предыдущую израсходую. Она еще сколько-то помелькает у нас с вами в пустых баночках. И адьес. Я перехожу на эту. Вот прям твердое заявление. Обалденная. И, кстати, у нее же большой объем еще. 270 мл он идет. 2819 артикул. 270 мл. Ну и плюс она еще всяко-разно ухаживает. Не забывайте про это, что удаляет макияж с лица, глаз, губ. Благодаря мицеллам, которые притягивают макияж в загрязнение как магнит. И также содержится гиалуроновая кислота, которая способствует увлажнению кожи. Уже на этапе очищения делая ее гладкой, сияющей. Представляете? Вот, конечно же, любую мицеллярную воду нужно смывать тонечком или умываться, или молочком. Артикул 2821 это увлажняющий тоник для лица. Обалденно приятный аромат. Очень классный. Очень понравилось им пользоваться. Тоже хочу перейти на него. Ну, вообще, как говорится, крем без тоника, деньги на ветер. Сначала тоник наносим. Снимаем остатки грязи, еще чего-то. Смотрим, чтобы ватный диск был чистый. А потом уже наносим крем. Это правильно. Когда вы берете для себя какие-либо кремы, вам кажется, что вы после этой же ванны, например, чистые. Но вот как мне объяснил мой косметолог, чем-то умывалось. Водой с хлоркой надо смыть это все, а потом уже наносить. Тогда кожа будет намного дольше, моложе. Это, в принципе, не такое же дорогое вложение. Вот загуглите 2821. Вот эта новинка, прям всем новинкам новинка. Он содержит гиалуроновую кислоту разных молекулярных масс и комплекс аминокислот, которые являются компонентами натурального увлажняющего фактора, содержащегося в коже. Также мягко удаляя с поверхности кожи остатки очищающих средств, интенсивно увлажняет, проникая в глубокие слои кожи, тонизирует, придает ощущение свежести в глубокие слои кожи и подготавливая к следующему ходу, что, в принципе, нам и нужно. Обычная водичка с очень приятным ароматом свежести, который мне нравится. Поэтому дорасходую и, наверное, перейду вот на эту гиалуронику. Хотя у меня маме нравится целярная вода биомика. Дальше мои любимые патчи с 70% скидкой. Артикул 0916. Розовые классные гиалуроновые патчи гидрогелевые. Они очень классные, они даже растворяются. Заливайте водой, мешайте, они растворяются теплой. Они разглаживают действительно и мимику разглаживают, и отечность снимают, и макияж с ними удобно делать. Все на патчи падает. Но у меня еще есть другие более любимые патчи. Они идут такие, как вам сказать, тканевые. Они обалденно готовят кожу консилеру. Тоже очень нравится. Артикул 1089. Тоже классные. Понимаете, тут одна упаковочка. Одноразовое применение, одна упаковочка. Удобно куда-то с собой брать в дорогу, еще что-то. Или когда макияж делаете и так далее. Это в домашних условиях. У них минусов, ну, вообще никаких нет. Действительно работают. Работают хорошо. Можно их наклеить и на носогубки, и на луп. В общем, можно ими целиком обклеиться. Если не охота там большую тканевую маску делать. Или вам нужно разгладить только носогубку. Там что-то типа. Все супер. Но они до такой степени натуральные, что срок годности у них большой, хороший. Но знаете, в чем тут подвох? В том, что когда вы их открываете, у них срок годности у открытых всего полтора месяца. А их тут 60 штук. Их хватает на целый месяц. Где-то что-то пропустили. Где-то как-то. Где-то чего-то. Срок может выйти. И тадам-тадам. Вам может эффект уже не понравится. Поэтому открыли, обязательно старайтесь сразу же, как только открыли, сразу же их расходовать. Через день, каждый день, два раза в день. Но пусть они у вас заканчиваются за месяц. За месяц, за полтора. Вот такая красота. Вот видите, открытые хранятся полтора месяца. Их тут 60 штук. Ну, если в день по патчам, ну, все равно с утра встали, побежали на работу. Ну, какие-то там патчи. Бывают некогда. Ну, вот я лично пока делаю макияж глаз, а потом я уже делаю, получается, макияж остального лица. Там брыли скрываю, колы себе навожу и так далее. Контуринг я делаю позже. Тональный крем я наношу позже. Поэтому мне удобно. Я могу прицепить. Ну, это уже привычка девочки. Особенно ближе к 40. Вот мне скоро 39 уже. И, конечно, ну, практически 40 лет. И получается, ну, мне они уже необходимы, чтобы макияж был красивый. Они очень понравились. Еще с 70% скидкой, потому что я веб-консультант, вообще бомба. Эти тоже очень понравились. 10,89. Они удобные. И брать с собой тоже классные. Тоже суперские. И тут, кстати, что еще удобно? Есть своя собственная лопаточка, которая хранится внутри. Это очень важно, я считаю, для таких вот патчек гидрогелевых. Очень важно. Дальше. Что еще хочется пока избавиться? Очень классный крем. Ну, в смысле, избавиться со стола, убрать. Очень классный крем 0875. Тоже могу наносить перед макияжем. Шикарно. Он дружит с нашей линейкой премакияжа. 0875. Это легкий, с невесомой текстурой, но он очень хорошо увлажняет. Очень хорошо питает. Прям любовь моя. Уже заказываю, наверное, не первый десяток штук заказала. Дальше. 26,79 антиперспирант дезодорант. Муж перешел на него. Он ему больше нравится, нежели вот тот предыдущий мужской. Потому что это, ну, я считаю, что запах унисекс абсолютно. Дальше. Универсальный крем с аргинином. Взяла 10 пачек. Три маме, три свекрови. Огород начался. Ой, они сейчас все его и будут измазывать. Это у меня каждый каталог будет по 10 штук такие. Утром помажут, вечером помажут. Все будут мазать. Руки будут мазать, спину будут мазать. 12,79. 12,79. Очень крутая штука. Очень. Даже синяки, кстати, лечат. Надо мне синяк помазать. Ёлки зеленые. Где синяк поставила? Так, что еще тут из ненавинок? Это крем антиакне локального действия. Это точный крем. Наносите на прыщик. Повтираете. Можно 2, 3, 10 раз в день можно понаносить. И он намного быстрее у вас уйдет, сойдет. То есть, вот такой вот классный. Я еще сочетаю его с малофтелином. Могу посочетать. Могу первым, вторым, третьим намазать. И проходит действительно очень быстро. Запаха нет. Ну, практически нет. Классная штучка. Особенно вот для молодежи. Я думаю, молодежь оценит. Можно просто тонким слоем на все лицо. Если все лицо усыпано, почему бы нет. Артикул 0,5,92. Дальше. Аромат счастья, девочки. Аромат счастья 13,43 артикул. Маленькая такая капелюсечка. Можно добавлять куда угодно. Тут смесь цитрусовых масел тоже заказала во второй раз. Лимон, апельсин, бергамот, грейпфрут, герань, лаванда, мандарин. Все это в свой аромодиффузор от Фаберлик заправляю. И на столе у меня источаются суперские ароматы. Ой, господи, научите меня кто-нибудь снимать короткие. Ролики, пожалуйста. Как снять короткий ролик, если столько много продукта. Итак, давайте мы с вами остановимся сейчас на запеченном бронзере. Он мне очень понравился. Я думала, он будет такой же, как голубой в нашей упаковочке. Но он абсолютно другой. Он идет с таким матовым свечением, очень приятным. Давайте прям увеличим, увеличим. Вот такое у него приятное матовое свечение. И он, когда вы его чуть-чуть наносите, он идет такой бронзовый. И самое, что интересно, да, он подходит мне лично под контуринг. Но такого вот прям блеска супер-супер его, конечно же, тут нету. Как в голубой линейке. Вот у нас, да, вот это Аква Ди Портофино. Вот это хайлайтер. Он такой желтоватый у нас с вами идет. И почему я его сюда наношу? Потому что, видите, блестит. И вот бронзер получается. Бронзер-бронзер. Ой, какой упрямый. Вот такой вот прям бронзер блестящий. Видите, кто его пробовал, конечно, это абсолютно две разные консистенции. Чтобы у вас было какое-либо сравнение. Я вот сейчас сюда его нанесу. И вы увидите разницу. Вот этот, конечно, больше блестит. Этот более такой, конечно, матовый. Вот хайлайтер убираю. Оставляю бронзер Портофино. И бронзер вот этот. Видите, разница прям глобальная. И, конечно же, вот этот. Вот наш с вами новый. И вот этот. Вроде бы нормально все. Но разница такая. Видите, вот это вот Портофино блестит. А вот этот вот, вот этот новый Истклир. Тот и другой мне нравятся. Они хорошо тушуются. Особенно кистью кабуки. Вообще получается шикарнейшая. Никаких нареканий нет. На лице смотрится просто великолепно. Но и бронзер мы наносим в первую очередь туда, где нас на самом деле включается вживую румянец солнышко. Такая вот история. Очень хорошая, качественная, классная. И больше всего мне в нем понравилась, это, конечно, растушевка. Даже пальчиком получается уже хорошо. Видите, как хорошо растушевывается. И просто великолепно. И это более такой спокойный. Если тут более такой сияющий, то тут более такой спокойный. Разница, конечно, есть. Это для тех, кто любит сравнивать. Супер. Мне понравился и тот, и другой. Это прям класс. Дальше у нас с вами идут салфеточки. Они подходят для жирной комбинированной кожи. Это матирующие салфетки для лица. Сегодня про них уже снимала видео в продуктовый чат. Для участников проектов «Оберлик онлайн». Тут такая идет салфеточка. Вы примакиваете. Вот она. Видите? Такая вот она интересная. У нее такое вот строение. Что-то типа бумажки. Вы примакиваете. И таким вот образом, даже если у вас макияж заблестел, можете вот так поснимать. С жирными участками она хорошо работает. Она не отпитывается, темнеет. Ну, в принципе, и все. И жирный блеск убран. Причем они подходят для любой кожи. Даже если летом сухая, например, кожа спотела. И самое классное, они не только устраняют жирный блеск, но тут еще и содержится экстракт зеленого чая, который обладает противовоспалительным эффектом. Даже если человек без макияжа, то вот это вот тоже суперски. Суперски получается. Особенно вот под губой подмакнуть. Зону лба, допустим, промокнуть. Излишки крема убрать. Тут я сейчас крем нанесла. И вот, видите, по лбу поводила. И вот уже они, излишки крема, сами по себе убираются. Ну, это буквально вот пару часов назад я крем наносила обычный. И вот излишки выступили через пару часов. И это тоже очень-очень удобно. В общем, таким вот образом. Понравились салфетки. Закажу еще. Пока что никаких нареканий нет. Артикул у них 66-64. И, кстати, на них нет артикула. Нигде. Вообще нигде нет артикула. Но объявление на сайте было. Объявление на сайте было, что не ждите артикул. Следующая партия уже будет с артикулом. Произошла какая-то ошибка при выпуске. Тут ничего страшного нет. Тут я, конечно, немножко разочаровалась. Потому что эко-кись для макияжа глаз. Вот она такая маленькая. С артикулом 87-30. Она мне, ну, как сказать, она мне нужна. Это не лишняя какая-то там покупочка, которая может мне не пригодиться. Тут есть такие вот наконечники, которые нужны каким-то образом. Вот так давайте почистим. Вот еще приклеено было. Все, в принципе, удобно. Ну, во-первых, я не совсем поняла, вот это зачем штучка. Во-вторых, если тут идут такие вот наконечники, тоже как бы они соскальзывают. Не совсем поняла вот это вот действие этого. Если вы ставите куда-то во что-то, то оно получается, ну, не особо. Во-вторых, вот эта кисточка, она очень вот хорошо для растушевки стрелки, еще чего-то. Именно для растушевки стрелки. Для как нанесения теней, там, на пол, на подвижный век, еще куда-то. Я, конечно, использую абсолютно другие кисти, более объемные. Кисть для бровей отличная. Никаких нареканий нету. Все здорово и классно, великолепно. Это эко-кисть. Она подходит для нанесения теней в качестве подводки, а также для растушевки. И, получается, тут идет и биоразлагаемый ворс, и вот эта вот штучка деревянная, посерединке сам стержень. И получается здорово и классно. То есть, вот тут вот можно наносить подводку, этим можно подводку растушевывать. Она для этого и существует. Тени ей, конечно, не нанести. Следующая кисть, артикул 8731. Она идет для бровей. Именно для нанесения помадки и придания формы бровям. Так, давайте же мы с вами найдем, где же она открывается. Именно для придания формы бровям. Ну, да, кисточке нужно вот тоже вот это непонятное. И вот тут еще одна осталась там внутри. Тоже непонятно, для каких она целей. Но вот тут она как-то вот более-менее держится, может быть. А вот так тоже непонятно. Ну, вот теряться. Кисточка довольно таки мягкая, приятная. Можно прям саму помадку подцепить. Вот видите, вот эту вот саму помадку подцепить и уже красить брови реально шикарно. Тут кисточка, мне кажется, что они, ну, как бы вот по состоянию, вот это, конечно, помягче кисть. Вот это немножко потверже. Таким вот образом. Кисточки-ворстики такие небольшие, очень интересные. В общем, так-то, по идее, понравилось, но я прям не знаю. Ну, вот если взять какие-либо тени, давайте вот попробуем. Любые. Вот кисть для бровей, как она наносится. Это только пальчиком такие тени, мне кажется, наносить. И кисть для подводки. Ну, вы знаете, действительно есть разница, где чище, где лучше. Как-то вот сразу видно, где для бровей, где для лица. Кстати, цвет плохо передается. Это не тот цвет, который тут. Обалдеть. Цвет неправильно. И давайте с вами снимем свочи, а в следующем уже или нет. Наверное, я думаю, не будем уже снимать свочи. Я сразу же буду делать макияж. Значит, следующее видео у нас с вами будет вот по эту линейку и про линейку Green Karma. И еще, скорее всего, сможем с вами одежду еще запихнуть, которой не было еще у меня в каталоге. Поэтому вот такую вот красоту, конечно, я прям не знаю. Прям не знаю даже с чего и начать. Прям не знаю, с чего и начать. Ну все, мои дорогие, с вами Блакон Ивана, проект Faberlic Online. Опять уже 30 минут снимаемся, поэтому закругляюсь. Прям не знаю, с чего и начать.